здравствуйте уважаемые зрители к сожалению для вас ну наверное скорее их счастье для меня у меня образовалась халтурка за которую мне платят и поэтому времени в общем-то на видео и на всякую ерунду не остается это не связано с arduino и так далее я все-таки программист большого брата и собственно говоря буду патчить систему которая 20 лет в этом году исполняется ну лет 18 последних я в общем-то этим иногда занимаюсь вот ну еще на уфтопик небольшой для некоторых граждан которые меня иногда пытаются задеть там развести и так далее так вот на моем канале мне не нравится канал но youtube применяет такой терминологии давайте в общем то ей будем пользоваться не будет видосиков поэтому не просите меня снять видосики меня бесят эти слова если вы не владеете русским языком лучше не владеете им совсем мне не нужны подписчики извините но люди которые просят чтобы я им что-то просто так сделал еще даже настаиваю это пугают меня тем что отпишутся да бога ради вперед из песней я делюсь опытом своим для тех кто кому этот опыт может быть полезен просите меня других интересов нет то есть если вам это не нравится без обид но как бы вперед действительно кнопка подписаться также просто нажать как кнопка подписаться то есть это та же кнопка собственно вот ну и те кто решил остаться давайте тогда перейдем к делу пару роликов назад был значит ролик про опрос кнопок на esp826 по таймеру используя тикер встроенным но не встроенную а библиотеку который входит в комплект адаптации arduino для esp826 и в ролике я сказал что на авере можно что-то подобное сделать но придется использовать какой-нибудь аппаратный таймер ну наиболее рекомендуемый наверное таймер 2 8-битный поскольку на 0-м таймере у нас millis и micros первый таймер 16-битный более может быть полезен для каких-то более серьезных задач ну а второй в общем-то вполне перспективный сказать я сказал да и все наверное тут же бросились прям это делать проверять пробовать мне прям картинка представилась такая стада ленивцев ломанулась да но вы поняли ну короче все придется делать самому ну потому что я этим тоже не занимался в общем мне они немного было интересно я нашел на это время ну давайте в общем посмотрим что получилось итак перейдем к теории сначала я уберу все это изобразие это документация на avr 168 328 то есть то на чем у нас собрано данные по второму таймеру есть режимы работы но вот нормал моде можно вполне работать этот режим который тупо увеличивает счетчик до максимума и перейдя через 255 вызовется прерывание если оно разрешено по переполнению на котором мы можем что-то сделать значит неудобство этого режима в том что он тупой и считает вот от 0 до 255 то есть мы можем с помощью определителей немножко регламентировать частоту с которой таймер срабатывает но не можем как бы подогнать это время под какое-то конкретное видео интересное решение даже можно назвать оязычном в зарубежном интернете когда товарищ использовал значение не нулевое изначально счетчика то которая нам разница между тем которые нам нужно получить и 255 то есть норма моды считала до конца на 255 был переход и в обработчике прерывания он снова выставлял значение таймера не ноль как оно стало а разница между 255 и тем который нам нужно ну и грубо говоря если нам нужно 125 то соответственно там сколько 130 получается мы загружаем и у нас получается 25 счетов на 5 до переполнения ну в общем вполне все решение но есть способ по мне так но более такой корректный стандартный есть ctc мод clear timer on compare match значит он в принципе создан конечно для генерации на ноге неких там сигналов вот но если можно не использовать никакую ногу подключенную к второму таймеру а просто использовать тоже факт того что возникает прерывание если оно разрешено и соответственно мы в этом прерывании уже можем что-то сделать плюс от норма моды в том что все автоматически произойдет ну то есть считаться будет до загруженного значения а не до максимума и автоматически заново начнет считаться тоже до этого значения то есть никаких дополнительных действий нам в общем то не нужно будет так ну и давайте еще нам интересно пределители это у нас вот прискейлер тоже как бы интересный момент на не помню где но не суть в общем тоже в зарубежных интернетах попадается интересная тоже статья где товарищ голословно утверждает что у второго именно таймера пределители максимум 64 вот такая табличка соответственно он приводит ее а то что это на самом деле таблица не поместилась на одной странице есть еще хвостик показывающий что если 128 26 и 1024 то есть так на самом деле как у других таймеров ну как то вот упустил человек из вида вот поэтому статья хорошая там все грамотно но вот видите если ей верить не заглянув в дата-шит на от самого производителя то можно такие вот городские легенды с собой унести итак пределители ну давайте посмотрим у нас частота чипа значит 16 мегагерс 16 миллионов предположим только не тот стандартный предположим мы будем использовать предделитель 64 делим это дело на 64 тысячи значит мне нужен таймер который будет тикать один одну каждую миллисекунду то есть тысяча раз в секунду то есть я делю на 64 как пределитель умноженное на 1000 получая 250 то есть принципе можно использовать делитель 64 тогда если мы загрузим для сравнения константу 250 минус 1 потому что первый такт у нас съедается и так 249 то как бы переполнение точнее прерывание по сравнению у нас будет каждую одну миллисекунду происходить вот но можно допустим у меня это например используется я использую пределитель 128 вот получаем 125 то есть 124 если мы загрузим то тоже у нас все будет хорошо вот 256 мы уже не можем использовать почему потому что если мы поделим на 256 тысяч то получаем дробную величину вот как быть если у нас не 16 мегагерц а 8 мегагерц ну на самом деле самое простое это перейти от 128 к 64 и мы получим снова свои 125 на то есть 124 вот здесь указано в какие регистры значит какие биты выставлять так вот у нас cr2a сюда мы помещаем константу до которой мы считаем ну то есть в нашем случае это 125 минус 1 124 в interrupt mask разрешаем с помощью единички в первом разряде прерывание по сравнению с соответственно регистром а ну есть еще флаги при попадании в прерывание у нас флаг вот этот будет выставлен сбрасывать его не нужно потому что марзивок утверждает что флаги сбрасываются сами после попадания в прерывание аппаратном части вот ну вроде как действительно это так так ну что с теорией касалось закончили ну я написал в класс тикер он не аналог тикера из esp я даже не смотрел как тот встроен но это как бы то что можно будет использовать значит callback функция у него принимает параметр 30 бит безнаковое целое любой этим самым мы сильно упрощаемся задачу по использованию callback of из класса то есть класс member вот потом я вам покажу как это можно сделать значит тикера все методы статические по большому счету создавать объект не нужно можно вызывать методы этого класса статические без создания объекта какие же у него есть методы старт запускает наш тикер стоп останавливает add handler добавляет обработчик значит ему мы указываем 32 бит на безнаковое целое это период в миллисекундах callback функцию который принимает параметр 32 бит на безнаковое целое необязательный 32 бит на безнаковое целое данных которые передадутся этой callback функции вот с помощью этой ерунда ну тоже как бы вы можете не указывать и добавлять ли handler в режиме паузы то есть по умолчанию он добавляется сразу в боевом режиме это этот метод возвращает значит знаковое 8-битное целое он вернет минус единицу если ему не удалось добавить хендлер ну допустим у нас свободных хендлеров нету либо вернет его индекс от нуля до максимального значения хендлера который здесь указано как константа равно 4 если вам этого мало то увеличите эту константу пересоберите код единственное без фанатизма таймер все-таки от перерывания то есть много проверок в нем делать нельзя ну не знаю там 6-8 наверное можно сюда поставить но не советую больше делать 4 по мне так пока достаточно remove handler удаляет соответствующий обработчик которому мы указываем индекс тот который вернул от handler pause handler ставит соответствующий обработчик на паузу резьем handler возобновляет его обработку как все это внутри устроено есть структура handler t у нее период но из не с 32 бит а с 31 потому что один бит мы используем на паузу есть callback функции есть дата которую мы передаем в адхендлере который мы сохраняем и при вызове callback мы будем как параметр эту дату сюда передавать есть статический массив из ну четырех данном случае элементов этих обработчиков и есть интересный момент статическая 3-битная безнаковая целая общий период значит он рассчитывается в статической приватной функции calc common period и собственно говоря используем мы вектор для второго таймера сравнение с регистром а вот так ну давайте пройдемся значит старт у нас настраивает второй таймер таким образом то есть вот это 124 наша константа получено отделение 16 миллионов на тысячу умноженное на 128 или 8 миллионов деленное на тысячу умноженное на 64 и минус 1 то есть мы получаем 125 минус 1 124 включаем ctc мод все это в документации есть если у нас частота 8 мегагерц то мы пределитель 64 используем если иначе ну полагаем 16 к сожалению с 20 тоже красиво не получается вот для 16 используем пределитель 128 это 2 бита 20 и 22 разрешаем полирование по значит сравнение со вторым с регистром а и разрешаем глобальное полирование которое мы вначале запрещали для того чтобы безопасно достаточно настроить таймер если вдруг он был уже включен стоп у нас выключает таймер 2 на самом деле если мы в регистр tcc r2b помещаем 0 то у нас выключается вот здесь когда мы помещали в него какой-то пределитель соответственно он автоматически включался добавление хендлера ну достаточно простое единственное тоже на время обновления информации мы запрещаем полирование в конце их разрешаем и обязательно при добавлении пересчитываем общий период также при удалении мы запрещаем прерывание потом их разрешаем и в конце тоже пересчитываем общий период ну пауза и возобновление совсем просто значит общий период мы считаем как наименьший общий делитель нет наименьший общий кратное нет наименьший общий делитель господи чертов русский нот короче да да наименьший общий делитель от всех элементов от всех периодов значит всех хендлеров зачем это делается вот у нас обработчик полирования значит у него есть статическая переменная tick которую он соответственно каждый шаг свой наращивает вот этот общий период нужен для того чтобы этот tick обнулить если мы достигли этого общего периода но при этом мы не можем тупо позволить этому счетчику крутиться до переполнения потому что если он мы наш период любые точнее периоды не кратная степенью двойки а это скорее все так и будет то при переходе через ноль вот у нас все это дело поломается последний переходный значит сработка хендлеров она у нас будет с некорректным временем выполнена самый простой выход это на наименьшем общем делителе соответственно при его достижении мы обнуляем счетчик и начинаем сначала в самом обработчике значит мы перебираем все хендлеры в нашем массиве если хендлер инициализирован то есть у него есть период он не на паузе и этот период текущее значение тиков значит поделенное по модулю ну то есть остаток отделения текущего значения тиков на этот период равно нулю и callback функция определена у этого хендлера то мы вызываем этот хендлер передавая ему соответственно дату которую мы сохранили ну собственно говоря все в конце мы проверяем если тики достигли этого общего периода то мы их сбрасываем mass util здесь есть вычисление наименьшего общего делителя и наибольшего общего кратное по-русски там вот ну они тут простые как грабли так поскольку это статические переменные у класса то мы их должны где-то определить вот ну и давайте посмотрим как этим можно воспользоваться значит скетч простой let ticker это у нас соответственно callback функция мы регистрируем два хендлера на самом деле один и тот же let ticker передавая ему разные значения каждые 500 миллисекунд у нас единичка будет сюда передаваться вызываться этот хендлер каждые 1500 миллисекунд будет 0 вызываться потом мы запускаем ticker вот что делает сама эта процедура если ей передали параметр отличный от нуля то она паузит первый вот этот хендлер чтобы он не каждый 500 миллисекунд а ждал пока не вызовется хендлер который погасится это делает вот если значит пришла команда выключить светодиод то мы возобновляем исполнение первого хендлера чтобы у нас через 500 миллисекунд включился и в самом коде в общем то мы с помощью digital write встроенный светодиод соответственно включаем или выключаем вот значит сейчас этот код загружен как мы видим на секунду включает светодиод полсекунды у нас пауза то есть через 500 миллисекунд он включится через 1500 то есть спустя секунду после этого он выключится и еще 500 у нас будет дырки то есть это то что мы видим вот ну и давайте что-нибудь теперь полезное добавим к этому хендлеру давайте добавим полезно расширим его функционал немножко значит класс buttons который мы похоже использовали вот в скетче про ESP8266 и так далее немножко его модернизируем первое в состояние которое может возвращать клавиатуру добавим long pressed это если долго держим кнопку но не отпускаем и добавим обработчик двойного нажатия double click все это дело реализуем через стикер вот значит поскольку в прерывании мы должны как можно быстрее закончить обработку то конечно никакой тяжелый код мы использовать не можем мы для использования тяжелого кода должны обеспечивать очередь сообщений точнее событий вот давайте нагрузим на тикер соответственно поддержку событий то есть помимо того что вот он у нас как был да добавляем тип event т структуру у которой есть безнаковое 8-битное целое тип события и какие-то какие-то данные тоже 8-битные соответственно добавляем некое количество статических тоже функций которые у нас обрабатывает очередь событий getEventCount возвращает длину очереди пикEvent возвращает указатель на верхний элемент getEvent возвращает указатель на верхний элемент и удаляет его постEvent у нас соответственно позволяет сохранить в очереди новые события которые мы передаем на вход типы данные и соответственно все это так и будет здесь вот есть константа Qsize равная сейчас 32 если вам мало длины очереди если у вас код который большие куски не позволяет обрабатывать основному лупу код то вы можете увеличить размер очереди но помните о том что это все-таки оперативная память и каждое событие у нас 2 байта да соответственно уже сейчас вот 64 байта в оперативке будет постоянно висеть плюс на самом деле еще 2 и это только на обработку очереди вот значит собственно говоря тут особо ничего не меняется кроме того что реализуется эти get event post event и так далее все остальное остается как было так давайте в кнопках посмотрим что изменилось значит еще один момент если у нас кнопок много то в таймере использовать digital read это не самая наверное хорошая идея потому что он достаточно долгий почему потому что для экономии оперативной памяти на аваре он реализован через пыль какая-то у меня тут через массивы которые хранятся во флэше а доступ в флэш память на авар он достаточно затратный по времени вот и не самая хорошая идея большое количество кнопок обрабатывать диджитал ритмами собственно в уни то много не навешиваем кнопок но ведь есть мега посему давайте еще кое-что сделаем интересное вот здесь определен define fastpin если он не закомментарен то мы будем использовать прямое обращение к портам аваре для чтения состояния кнопок вот если его закомментарить то будет использован digital read и соответственно ничего страшного разница в чем если вы fastpin используете то вы должны использовать при вызове метода добавить кнопку не те константы которые gpu обозначает там 0 1 2 3 4 а 0 да а константы которые определены в самом классе buttons то есть d0 там d1 и так далее вот здесь для меги определены константы и здесь вот определены для уна и так далее в этом случае все будет происходить как надо если вы не используете fastpin то вы используете обычные константы от 0 до 13 и а 0 а 5 ну и для меги там соответственно от 0 до 53 и а 0 а 15 вот но не путайте вместе это все не работает здесь константы которые определяют как часто у нас тикер для чтения состояния клавиатуры работает 5 миллисекунд каждые дебаун ставим 20 миллисекунд меньше этого времени мы не регистрируем нажатие длинное нажатие это 1000 миллисекунд а двойное нажатие должно произойти не позже чем через 500 миллисекунд после первого вот значит у нас есть метод старт есть метод стоп добавить кнопку ей мы передаем pin и уровень по которому значит на что кнопку она замыкает на землю низкий либо же на плюс vcc это соответственно высокий значит вот этот pin это как раз если вы используете fastpin то это должна быть константа из класса buttons если вы не используете fastpin это может быть обычный номер pin getState возвращает состояние кнопки в текущем моменту времени addButton возвращает индекс в внутреннем массиве в который кнопка добавлена либо минс1 если кнопку добавить не удалось и соответственно getState здесь этот индекс это тот номер кнопки который соответственно вернул addButton вот и апдейт она у нас вызывается в таймере должна вызываться в таймере и обрабатывает соответственно изменение состояния кнопок вызовы точнее добавление событий при необходимости и так далее вот ticker handler это как раз у нас хендлер который мы добавляем в тикер каждый вот наш 5 миллисекунд вот на вход ему передаем параметр приводя указатель на экземпляр этого класса переменная this win32t и создаем этот хендлер на паузе чтобы с помощью вызова start мы соответственно вызовем резьем для этого хендлера и он начнет у нас тикать после того как мы заполним структуру кнопками потому что вначале это бессмысленно вот тут очень просто значит этот ticker handler он у нас статический и статический метод не может обращаться к не статическим каким-то там членам класса но мы знаем что на вход у нас будет подан указатель этого класса мы приводим к указателю на класс buttons этот наш параметр и вызываем метод update собственно вот такой простой путь для интеграции в класс за счет того что мы в тикере в хендлере вот использовали как входной параметр иначе было ну несколько громощи обойти эту проблему так ну вот значит тут есть разница для меги и для не меги значит у мега константы для пинов значит использует 7 бит у уно достаточно а ну да 5 вот соответственно для уно tick preset будет 10 бит а для меги мы используем байт целиком поэтому здесь он будет целом 16 бит но не обращать внимание это неважно вот собственно говоря здесь у нас мало что изменилось кнопок может быть до 127 штук почему не больше потому что event мы возвращаем знаковое 8 битное целое и минус единицу как ошибку соответственно максимальное число положительное которое можно в int 8t вместить от 127 но это очень условное ограничение то есть мы можем переделать логику обработки тогда у нас будет все по-другому но собственно говоря даже на омегу 127 кнопок вы не сможете подключить вот как у нас фаст пины работают значит если мы используем фаст пин то мы не можем использовать и пин левел поскольку у нас параметр пин по-другому интерпретируется вот и мы используем прямое обращение к портам используем DDR как значит сбрасывая соответствующий бит для того чтобы этот пин был в входном режиме и используем порт для того чтобы установить если нужно pull-up резистор внутренний чтение у нас аналогично тоже прямое почему так было сделано вот апдейт то есть мы ну давайте на примере суна рассмотрим у нас есть массив из 4 байт вот мы читаем три порта пин b c d у уна нету пин порта а мега есть соответственно hdl без i вот у нас есть три чтения всего лишь восьми битных но при этом мы сейчас уже имеем все состояние всех пинов и дальше то есть мы это делаем в цикле не каждый раз как это было бы digital read вот а мы это делаем один раз до цикла и в цикле мы уже используем полученные величины вычленяем из них соответственно нужно нам бит и обрабатываем его вот здесь код посмотрите сами если интересно ну и давайте посмотрим как все это в бою работает так значит когда мы создаем экземпляр класса buttons то у нас срабатывает конструктор вот который вызывает добавление хендлера поэтому нулевым хендлером у нас скорее всего будет соответственно этот обработчик кнопок вот добавляем еще хендлер для светодиода который у нас будет довольно хитрый значит если мы должны зажечь светодиод то мы паузим этот хендлер и запускаем обработку кнопок иначе мы значит ставим возобновляем этот хендлер и останавливаем обработку кнопок то есть только когда лампочка у нас будет гореть кнопки будут обрабатываться когда она гаснет кнопки не обрабатываются за счет того что обработчик кнопок у нас соответственно на паузе вот ну и поехали поскольку здесь пауз хендлер мы не можем передать сюда 0 потому что ну как бы 0 большой вероятности ну в данном точнее случае это однозначно обработчик кнопок вот это в принципе будет единица но тоже как полагаться не стоит мы сохраняем глобальной переменной индекс хендлера для того чтобы включить светодиод он у нас каждые 2,5 секунды будет срабатывать добавляем еще хендлер который каждые 5 секунд будет тушить светодиод и соответственно заполняем экземпляр класса buttons кнопками если мы fastpin используем то мы используем константы из класса buttons то есть у меня подключено 5 кнопок до d2, d3, d4, d5 и a0 при этом эти кнопки на землю замыкаются а 0 кнопка замыкающая в cc если fastpin мы не используем то мы используем здесь вот соответственно константы 2, 3, 4, 5 и a0 обычные arduino ну и в общем то делаем ticker start кнопки у нас сейчас не включены но когда мы попадем в обработчик светодиода вот через 2,5 секунды то соответственно включится обработка кнопок в loop мы обрабатываем очередь сообщений теперь она у нас в ticker живет вот аналогичным образом как это было раньше и вызываем некую паразитную нагрузку в longload который 5 секунд у нас будет считать обратный отчет имитируя некую загруженность скетча который не позволяет нам в loop ничего быстро обрабатывать ну давайте соберем сейчас это безобразие подключим и так сразу я загоню код потом подключу железо так на всякий случай отключимся давайте кнопка с питанием у нас на а0 так и вот этот массив кнопок на землю у нас от линии так это у нас два три четыре пять вот давайте подключаем питание запускаем сериал монитор вот отчет пошел смотрим смотрим на светодиод вот он мигает с частотой две с половиной секунды так нажимаем верхний ряд кнопок когда у нас светодиод будет выключен вот сейчас я нажимаю что-то вот ничего не свалилось сейчас светодиод включен я понажимал значит прилетели сообщения нажата короткое нажатие на отключение нажата двойное нажатие третья кнопка нажата короткое нажата двойное нажата короткое и потом у нас произошел как раз переход на ситуацию когда мы не читали кнопку и кнопка словила то что ее отпустили вот но не смогла поймать что ее нажали но из-за того что на паузе был как раз обработчик вот у нас preset longpressed третья и первая ну да вот так это все работает но понятно что я именно ставлю на паузу это просто для того чтобы показать вам что вы можете это сделать и это отрабатывать так ну и давайте двойное нажатие на кнопку которая по высокому уровню она тоже обрабатывается preset short click preset double click ну и соответственно если я ее нажму больше секунды и отпущу то получится preset long preset и long click на отпускание так теперь давайте посмотрим как все это выглядит вот я нажимаю я нажимаю кнопку пока у меня не обрабатывается отпускаю когда обрабатывается он сделает не preset но видите а я и долго держал да он этого не смог обнаружить потому что когда он начал читать она для него только нажалась вот и соответственно когда я отпустил она только отпустилась это побочные эффекты от того что мы на паузу ставим обработчик кнопок но это было как бы не нужно это просто показатель того что можно ставить в одной обработчике на паузу другой обработчик например и так далее что то подобное вот на меге это тоже должно работать ну я не проверял но в общем то все выглядит то есть таймер 2 там такой же абсолютно константы для фаст пинов другие под мегу списаны но и на уни как видите это тоже все работает в принципе идея с обработчиком события она универсальна то есть можно на таймере вешать какие-то там не знаю обработчики например датчиков да но поскольку датчик читаться в прерывании тоже плохая идея вы можете в ивент тоже создать новый ивент важно чтобы у вас тип не пересекался с теми которые вы используете то есть значение типа должно быть больше чем значение максимальное в данном случае для кнопок то есть здесь у меня вот btn long click да то есть соответственно это 0 1 2 3 4 5 то есть если от 6 начать например то ну или вы можете заведомо там не знаю 100 использовать и дальше вот то есть если у вас датчик срабатывает допустим раз там 10 секунд то вы можете поставить тикер на 10 секунд и соответственно в нем вы просто делаете тикер пост ивент вот какой то там соответственно константа определяющая что это у вас обновить нужно датчик и данные допустим если у вас датчиков несколько то есть его индекс например ну или ничего там это не важно и в основном цикле где-нибудь в лупе да вы обрабатываете с помощью где-то ивента вашу очередь событий вот если вы определили что у вас тип тут нужный вам то вы соответственно вызываете какой-то обработчик у вас некая будет асинхронность но при этом зато это безопасно то есть вы таймер не подвесите точнее всю AVR-ку не подвесите на долгой обработке таймера и важно то что каждый там промежуток времени который вы укажете у вас будет попадать в очередь сообщение если она конечно не переполнится сообщение о том что необходимо соответственно очередное произвести измерение вот коды обоих скетчей будет под видео ссылка на документацию по AVR ну хотите тоже положу под видео ее поиском несложно обнаружить вот ну на этом наверное все надеюсь было интересно опознавательно ну не просто конечно всем желаю творческих успехов всего наилучшего до свидания до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч прежисс Продолжение следует...